медуза если залетит для его файта он на 4 мне кажется дезераптор сейчас какой-то ну против бэтрайдера то же самое очень хороший персонаж ловить его сбивать лосо во-первых у вторых на линии очень хорошо стоит тоже против бэтрайдера фай тоже нужно пятерку наверно открывать хорошая пятерка против он не на это рубик это первое что приходит в тот же самый оракал на самом деле может съезжать какой-то он под север может длить оракал он и пуржит рубик по игре им на хорош против омника да ты что омника не укоротить и всегда останешься в плюсе purification отлично guardian angel вообще великолепно репел тоже хорошо дезераптор можно сорвать тоже static storm всегда поставить в эту область тоже сбить позиционку но и лафая решает подумайте еще немного над своим пиком у них бонус тайма более чем достаточно да зал какой-то нравится сейчас здесь под север нужен для того чтобы верно уже брать не хочется против того же разор верно не очень до хочется брать хотя если поставить на кого-то когда разор высосит дэмэдж да нет неважно он может и в кубике пробить ультимейтом плюс новой пассивкой спокойно этот кубик и ставить кого-то под разор а это вообще плохая идея поэтому шадоу демон под север хороший вариант вот если сейчас не юбе ну не возьмут что-то что хорошо против медузы лфа могут забрать медузу и забанить оставшуюся контру которая имеется забанить антимага ну да да то есть как бы антимага если не юбе сейчас пикают а тут шадоу демон против антимага просто велик короче это медуза вы лафой и все и все и собственно все поэтому мы на этом свою аналитику заканчиваем придаем слово адеквату и дэдэнджелу антимага сложно будет уже здесь играть против шадоу демона мне правда кажется то что и лафой медуза прям очень хотят пикнуть еще раз и ньюби чувствует это не просто ну как бы если нам так это очевидно то ньюби уже подавно им надо сейчас найти выход из этой ситуации непростой 10 секунд остается у фейта пока какого-нибудь он принимает решение пикнуть шейкер давно кстати этого персонажа не было видно и это похоже что за шейкер-то порт на четверка шейкер непонятно как они станут мог там не на это поставить на легкую нет все понятно нельзя по линиям конечно можно меняться можно теоретически трипл-харт пойти шейкер-дизраптор разор условно эта линия весьма сильная но то что омник будет хора шейкер саппорт я уверен потому что делать омника саппортом это прям пиши пропало четверка ты его точно не сделаешь а вот пятерка ага морфлинга все-таки захотят а вот и не медуза эх ладно с медузой проиграли уже наиграли до медузой lgd forever young но с морфлингом тоже хорошо работает этот герой шаду демон не знаю кстати вот здесь мне морфлинг не очень нравится мне кажется у него тут будут определенные проблемы тоже кажется что медуза в данном матчапе лучше бы смотрелось действительно бан антимага и пик медузы для лфай был бы идеальным решением просто рано или поздно придется собирать бкб как а это всегда очень не хочется делать на морфе потому что эти два ультимейта от шейкера статик шторм и когда по нему вот это полный фокус пойдет у меня на этом purification чистым уроном и разор будет присасываться уже на сбитую линку как раз к этому морфу очень много модем уже будет носиться и вот здесь если все на нее набросится будет довольно таки быстрый такой фокус а у дизраптора весьма специфический сайланс большинство сайлансов сбрасываются мантой но сайланс дизраптора если ты стоишь статик шторм а ты будешь там стоять если еще и kinetic филд будет поставлен то ты естественно манты сбросить не можешь никак но к бкб действительно надо приобретать на морфе это приобретение не самое удачное тут всем надо блокенбар и бэтрайдеру нужно будет блокенбар собирать и морфу блокенбар неприятные такие персонажи неприятные спорты можно оде забанить как вариант если модель нужно ванить если если вот если воды пикнут не юбе во первых стрепил си великолепный игрок на деваурере это раз а во-вторых банюр может уверены прям что разор это мид уверены что разор это мид или на появляется не важно мид не мид мне кажется надо одобрать против лины смело потому что разор против лины это уже плохой матчап ставить разора в легкую или в сложную идти втроем меня идея кстати сложную пойти даже больше нравится омник против бэтрайдера стоит вполне отлично сейчас только приходится репл взять хотя бы в единичку таки кстати вот та самая комбинация с ларком не найт то что вчера видеть сейчас посмотрим как они будут реализовывать ну и в итоге не знаю мне не нравится разор против лины в миде мне кажется могут быть проблемы определенные у с 3 пол с по игре в целом ну не самая простая игра для морфа здесь очевидно тоже прям много хороших против него персонажей и сларк будет а у него стакаться хорошо в общем плюс-минус 50 на 50 или на исполнение да здесь я не могу прям предпочтение какое-то весомое отдать драфт ну что же третья решающая карта между ньюби и алофлай начинается прямо сейчас ну и мы конечно же передаем слово нашим комментаторам адеквату и до дэнджелу спасибо иван всем еще раз привет нас ждет повторение того самого финала венеров за интернешнл 1017 3 решающая карта сам не на этом прям дежавю все как должно быть в этих в этих командах это было все это было как бы это старые эти вот варианты старые наработки как титрат кому дашь предпочтение давай мне не нравится омник я тебе говорю мне омник не нравится никогда в принципе так что тут я против омника в общем против одного героя только хейт ромника да не ну вообще конечно с тобой статистика тоже согласно омни night очень плохой винрейт имеет после групповой стадии не больше 50 процентов там и века очень сильно подпортила этому герою винрейтом 3 что ли подряд поражение было посмотрим давайте познакомьтесь как он будет играть кейпина умни найти сина разори как она рушейкере фейд сыграет у нас на дизрапторе ну и муги остается на сларке от коллектив ньюби ну и лфа и ддс играет на шадоу демониак фу на сенткинге супер на линии и монет играет на морфинге и также у нас матрайдер умеешь читать китайский инфлейм нет ну а как там написано инфлейм написано китайский как-то не по-китайски звучит ну ладно пусть так еще будет так ну и те и другие под смоками пробежались пытались опять-таки на халяве сделать какой-то жесткий ферст пласт нам зачем-то пока на позже мы что это у него под ним что это клокверк клокверк под ним да то есть он вытащил клокверка и вот так вот запряг его и полетел ужас какой-то уже страшно что только не придумает это дико у него видишь как бы шмоточка как бы там за миллион долларов вот это вот и она еще миллион долларов стоит этот это покупает а которая вот нет нет вот этот вот аегис который под ним он же там стоит каких-то нереальных денег прям совсем-совсем ну там вот когда вот это вот реликвия сларка появилась я на реддите видел там кто-то за 3000 долларов продал как бы классно просто вот эта вот штучка которая под тобой это она пропадет после после там 300 дней по моему что-то 360 дней то есть там на время на если по меня это было шмотка я даже просто не я делал не очень не очень даже нравится ладно то такое и мы видим что рейзер в центр пришел от и сик конечно же и суперу здесь будет поначалу не очень-то и ловко бить с руки всяком случае да потому что татиклинг мы понимаем минус урон но мы знаем чем хороша лин и на хороша тем что у нее магия магии много это магия поможет и вначале крипов добивать а впоследствии поможет из сквозь га бороться во всем не на это тоже очень важно физикой там не пробьешь а вот магия может пригодиться также не дикий ой-ой-ой тоже быстрее делать килл то но батарейдер должен выжить вообще так ты переживаешь отрывает а фэйт а фэйт вряд ли на фу заблочил его здесь подкопал и это минус отличная работа ахфу то зажал там ладно нашел проход выиграл с деревца 1 и фб фб за ахфу за сэнкингом ну вновь конечно ахфу но не знаю он каждом матче уже практически просто тащит команду на себе он выигрывает на сэнкинге просто дело в том что команда иногда подводит и этот сэнкинг не может в лойте к сожалению в соло выиграть там он пятерым подкапывает и четверых подкапывает стабильно и аэгис и ворует но команда к сожалению иногда вот что-то не то там либо соберет либо что-нибудь сделают в драке и бедный сэнкинг уже ничего не может супер лейте к сожалению но повторять из игры в игру придется ахфу все свои достижения снова их нам демонстрировать него это не проблема не правда а вот для команды иногда проблема что-то повторить хорошие помогите сэнкингу победить пожалуйста сэнкинга тоже после групповой стадии там 35 процентов винрейт был при его пикабельности там в каждом втором матче и это конечно отвратительный результат хотя ну сэнкинге проявляется в этом с наилучшей стороны опять-таки из того что я видел посмотрим как сложится эта третья решающая карта между этими командами напомним что проигравшая команда еще не вылетает с турнира но отправляется в лузера играть best of one а туда уходить в best of one не очень-то хочется там будут шальные либо king win либо вега и против тех и других неприятно будет играть поэтому нужно побеждать ну и победе будут идти теговые команды неплохо так батрайдер развлекает всю команду соперника сейчас неплохо неплохо посмотри что он тут делают прогнать его очень сложно то батрайдера убить тем более тем более что к нему еще и на подсейф приходит сэнкинг очередной раз моги старается траться подкоп тут же в оптору и очень проблем большие сейчас у фейта 5 стаков и это очередной минус это вот так фу это вот так фу который приходит на линию и вот когда он приходит на линию тебе либо очень больно либо ты погибаешь тут же еще и кк нужно уходить уже пошли телепорты хотя пытаются как-то кк еще побольше понапрягать слушай нам три героя наверное надо отойти все-таки лфа иметь совесть какую-то нужно уходить лишний раз подставляться не хотелось еще смотри да ладно они пытаются как-то еще инициировать пытаются подкопать хорошо они заберут сейчас фейта скорее всего да фейт погибает муги промахивается вновь то как а еще можно играть нет уходит под вышкой прям делает это да ну грязь грязь это так самая грязь который мы видели карте под номером 1 карте под номером 2 где лфа и в чистую выиграют статью лейнинга разрывая просто оффлейн как минимум ну что ж как тебе лина в центре пока пока чувствуется проблемы небольшой супер а супер как тут видим после той карты не оправился совсем два крипа это что-то очень мало это прям прям да хотя бы вот так вот может уже с пачки одного крипа запирать на что такое почему него три он должен был магии хотя бы добивать на магии не работал у него да она не работала так вывела посмотри пожалуйста на уровне это что ли на саппорт пришла на центр нет или на саппорт пришла на центр это как бы медовая лина от лфай что происходит которая стоит сама против разорчика просто проигрывает все что возможно понимая что рейзера на линии с линии не прогнать никак рейзер чувствует себя хорошо но я не думаю что настолько большие проблемы могут быть у лины в центре 5 на 2 против 26 на по 17 си добивает просто все что видит но если так конечно по-доброму обозвался на противника и он потягивается в центр просто иначе супер вообще ничего не нафармит 6 какая-то 2 вроде бы очень плохо сармор от конечно все понятно черт жестко до его перетягивается санкинг в центр он вынужден помогать даже потягивается шту тему только разве что суппорты под помогать выигрывать линии скомбинировать можно используется скан скан использовался сейчас команды рейдинг знает что аху где-то здесь бегает подтягиваются суппорта уже ньюби и в центре не получается сделать выпад какой-то ну вот только надеяться на то что придет ддс сюда придет аху они скомбинируют под стан лин и смогут убить рейзера в других вариациях там рейзер продолжит свой туминацию нападение кипи кипи подхилился хорошо живет пошла фисурка и монету нужно здесь отходить конечно было бы неплохо сделать килл забрать кипи но пока не вариант и батрайдер продолжает но этой линии тут доминировать у муги проблемы есть не так просто фармитесь при том что ну батрайдер против почувствовать себя как рыба падя на этой линии но старт все-таки свое имеет за старт форме ну вы знаешь тут каждый выполняет какую-то свою задачу батрайдер он пытается как можно больше напрягать чтобы со сларком стоял какой-то плюс один и он-то выполняет в принципе пока очень хорошо все у него да то есть он справляется задачей в центр к суперу особо там не перетягиваются надолго ну а спорт также и справился своей задачей на фармить как можно больше здесь нападение на ддс будет сейчас уже было использовано вот может быть и все удастно забрать то и похоже да и может что не особо и хватает если на развороте может делать минус на аху аху он убивает и разменит супер делает вот настолько важно только полезный фраг сейчас делает супер чтобы ну хоть как-то реабилитироваться за провальный старт будет или ловит подрайдер и есть тики стан очередной от лины хороший dragon slave туда же муки могут быть проблемы сейчас нужно отходить дар пак и да вроде как спасается бекстом ну вот хотя бы за счет его фрага на рейзере или на но немного денег добирает сларк слишком далеко зашел все свои пара сериал используют они шрайн ну и как а приходят центр заработать минимальный какой-то экспириенс хотел приходит ddc также битва саппортов в центре карты бывает редко фиссурка отбрасывается как а но несмотря на все проблемы в центре команды лфа не забываем про то что у нас есть морфинг в этой игре и главное что проекта не забывали не юбе потому что морфинга 40 по 24 тоже крипстат ну чуть ли не идеальный и вот не пропускает атака снова пошла на сларка муки здесь два стака дар пак там сбрасывает у вас так уходит на паунс хорошо мансил фейк тоже уйдет муки только пятый уровень тяжеловато да и лак больше никаких у него нет по идее за тавр можно попытаться зайти но нет не пойдут не пойдут здесь не собираются дальше инициировать альфай а вот что делать с кейпи тут очень противно все это время находится фарм забираю черпить у него нет при фиге нет репела поэтому пить с руки purification катывается помине плохо вот это неплохо было еще также погибают нас на боте товарища к фу если понимает то что он сейчас слишком много имеется центру не очень хороший старт помогать своей команде снизу и сверху пришел перетянутся вниз и очень удачный перед перетяжка была у него уже аквила фейзи есть рейндроп стики хорошо себя чувствует если но он прямо сейчас плеймейкер плеймейкер своей команде рейзер казалось бы да такой герой который не имеет станов не имеет замедления так и сейчас невероятно полезен нельзя так агрессивно что-то килина доходе в начале игры страдала но отменял того что шестой уровень вы прокаст может влететь очень неплохой очень больный сейчас до любая перетяжка шаду демона комбинация через дизрапшн подсал кейчер и проходит сделан даже на уме на это нужно бы хотя бы на разочек репел взять будет очень сильно помогать ранних замес но пока репела нет но не скоро возлют какими темпами нужно выйти еще немного подзаработать пойти личный экспириенс ой и вновь вновь скорее всего какой-то килл возможный нет монет не идет просто подкарасли много скилами кейпе на пуре в кейшн еще бы убить все это волнина это будет очень сложно всему драться под вышкой и под цветы не чужой но близости непосредственно очень опасно любая перетяжка от сраппера и шейкера или того же эсси например вот проблем что делали с трепел си вот он ушел с центра погулял погулял ничего не сделал и и что ну подожди он снизу билл санкинга так санкинг 1700 и и что какой-то пятый левел четвертый но тут опять же палка двух концах да то есть нужно расставлять приоритет либо ты такой классный крутой стоишь на центре и унижаешь продолжаешь унижать супер но при этом у тебя страдает супер уже топ-3 посмотрел сравнялся я понимаю да либо ты перетягиваешься к сларку помогаешь эту линию выиграть прогнать противника чтобы сларк более-менее продолжил фарминг то есть опять же тут нужно расставлять приоритеты яси решил что нужно помогать своим тиммейтом где-то на крайних линиях перетянулся вниз делал фраг немножко освободил то линия спарк продолжил фармить естественно пока он уходил вниз супер получает фарм в центре это ну само собой разумеется ты везде преуспеть не может и черт возьми разок надо было брать два саппорта на бот помогать ну я думаю что стрепл си очень много потерял даже то что много потерял он многое отдал суперу он не дожал лину скажем да он не дожал ее или на как бы седьмой уровень стрепл си восьмой разница уже не такая большая и по нетворсом по левелу а в сумме что было там недавно в начале игры когда там у супер два крипа у из трипл си очень много и он нападение на фейта и фейт скорее всего здесь может сейчас на развороте аху пока не успевает дойти а снова и забрать и снова исти климсы си тут как тут как же он сейвит своих тимитах у неплохой подход пытается распасается конечно погибнет но его смерть того стоило пытается уйти еще и улизнуть каким-то образом тарпак таху бежит но нет пыталась его убить опять же большими силами большими затратами ресурсов смогли это сделать я вот не знаю как бы играли лфай без этого парня я слышал топ-3 интернешнл взяли под всю игру делает просто всю игру он создает на ху хорош это но я считаю гениальнейшее приобретение вообще китайского региона когда они смогли в этом году забрать в г юнити этого потрясающего там игрока на тот момент и такая четвертая позиции это был ну крутой муф от лфай они только из-за этого выиграли но третье место интернешнл на многом говорит само собой лазит стащит этот это китайский так а вот вернемся товарищу морфинга который забирает на топе тавер и у него все отлично по фарму еще также нападение вместе с ним на кака кака кары получает но пару тычек с руки очень быстро отправляется в таверну морфинг зарабатывает очень много возможности как где-то пойти подфармить стаки подфармить линию заработать экспириенс и всем этим он пользуется пока на морфинга забивают и забивают наверное зря а вот проблема уже и у мидера команды ньюби очень серьезные проблемы с 3пл т погибает и никакой драки дальше не будет просто продали сейчас и таверы продали мидера и что-то уступают понемногу юбе кака получать еще пару тычек от лины лина просто агрессивничает по максимуму еще варды снимает зря не упустили эту лину она наказывает я смотрю за это игрой и невольно улыбка на лице возникает но просто посмотри да у одной команды игру делают суппорты у другой делает мидер вот какая колоссальная разница здесь и си играет в доту здесь играет ахпу вместе с ддс и вот вам колоссальная разница работа суппортов она чувствуется нетворс 4000 морфин фармит может быть нужно создать команду климс или но хороших кстати говоря фиссуров получилось плазма фил так пустики использует будет жить на развороте еще подкапывает подтягивается монет санкинг нажимает использует ботал хотел дал мой форм делается вы форму фурифи кейшн работает монет может быть и стрянет здесь монет монет ничего и сам неплохо напинает все нормально там порядке ладно урон не прошел бы по итогу его фай не потеряли никого но и ньюби тоже никого не потеряли интересное столкновение четырех героев с одной из другой делал что-то бросал китаники сейчас нужно святыню использовать срочно потому что стал уже подтягивается этот бешеный морфлинг монет так как видят цели их три штуки надо уходить да там purification встречается слишком много урона монету пока рановато драться монет скорее всего мы здесь с вами увидим того самого морфинга с первой карты но вы помните с бешеным нетворсом который просто собирается в 25 минуте 3 артефакта и убивает кого только хочет у него уже пока все круто он топ-1 по нетворсам и лина которая в начале игры там какая она была предпоследняя наверное да ну на топ-2 последняя по кор героям это было точно последняя по корму сейчас уже топ-2 нетворс обгоняет уже рейзера на 6 сотен голды полная реабилитация разора уже там и батрайдер обгоняет разор вообще у нас пятый среди всех опять же ты видна вот три карты мы с вами видим как лфай просто доминирует начале игры early game за ними mid game за ними вопрос самый главный принципиальный закинуть ли лфай эту карту или нет все что мне закинуть ну это нереально тут такой карты тоже был нереально персонаж тут морфлинг который фармит сейчас он будет еще сильнее чуть позже и плюсом лвла зарабатывает он там тоже много статов также получает это все круто у него приобрел себе blinktucker пытается его реализовать видит рейзера в центре нужно хватать суппорты отошли слишком далеко сейчас если встрянет а суппорты там где-то в районе нижней руны если какое-то время выиграет но без шансов опять же лфай отрабатывает блестящая реализация батрайдера приобретенного blinktucker дарует им еще один фраг на dc при этом морфлинг спокойно фармит верхнюю линию далее возможность кака пофармить мы знаем что блинг на шейкере тоже очень круто и можно будет неплохо входить в драки но кака дау blinktucker еще очень далеко он только начинает думать даже еще не поставил фигбай он просто только начинает думать о том чтобы купить даггер тоненько не видели слава ну и покупает себе дефолтные для себя артефакты вот просто смотри ну и на каждом герое по моему один затор имеет то что до блэйка что-нибудь еще ну чтобы и здесь необходимо это старка чтобы это конечно то самое без чего сладкий ставку того что такой за там предпочитает муги и вот эти герои в пикают ну просто бегать в инвизию певать ну да нормальная игра на кире ой фейт издрял очередной раз дтс нас три атаки подтягивается инфлейм будет помогать фраг не оставили фраг линия достался фраг и окку продолжает свои супер какие-то тут погони но тут может поплатиться сейчас за это как а зря оставался один их ослабим фиссурой и и какого-то плохо-неплохо-неплохо а каваивается одесса бутрайтер слишком много герой команды и закопался просто не туда и за то есть со ушел дизраптор подтягивать за то может постараться помочь но у него нет static шторм подтягивается муги это дтс можно опасть есть паунс решает жизни шаттого демона в размин на шейкера и пока на этом все лфй нужно убегать или нет подождите подтягивается ли на убегать нужно скомбинировать сенькинг подкоп помогите аху кто-то purification подхилы да супер супер нужно было ходить зачем остались зачем остались скомбинировали лфй не должны добивать сейчас лину точно супер а вот уже и супер приехал ну зачем остались ну зачем остались еще и супер пришел умер ну это не то и лфй зачем так закидывать игру ну хоть морфинг выжил небольшой мисс коммуникацион наблюдал сейчас лфй потому что сенькинг пошел в атаку и по идее он надеялся на то что лина поможет супер почему-то развернулся там должен был быть подкоп прокаст и соответственно сделать минус но не вышло батрайдер остается здесь тасс на батрайдере как такой вариант ну что цеплять сарка сарк герой такой очень хороший пп не работает или замечательный получается сарк герой и неуловимый такой мы же знаем что невидимость неуязвимость в большинстве случаев плюс дарфакт опять же в лосо ты толком схватить нормально не сможешь а вот использовать во время рот фотос ну почему бы нет хорошая инициация вроде бы только-только все было не очень хорошо у нюбин как внезапно они зарабатывают четыре кила еще и возможность подкушить за пустоту сарк вообще на первую строчку по нотворцу переместилась вот что интересно морфинг внезапно он просто в драке поубивал на морфинг участвовал в этом замесе но фраги не сделала поэтому в деньгах немножко убавилась у него ничего не боялась они прибавили ой-ой-ой вот и морфинг монет цепануть бы чем-нибудь еще хорошо привязали его на своих шикарный под подкоп есть там по двоим но есть репел на пейпо статик шторм ставится на борфинг он просто из-под него выходит кинадик филда хорошего не было и по итогу расставались и те и другие но не до них погибли салтисора плазма фил на этом все стакается шуток потратили свои скиллы здесь игроки 17 минута и 5 на 5 в центре вообще такое бывает очень редко ну смотри тут герои в принципе такие у нее беда чтобы подраться всей командой очень даже неплохо а вот и лфи могут позволить себе там где-то 4 плюс 1 играть ведь есть морфлинг прожали смог прям под вардом ай-яй-яй ай-яй-яй-яй вот почему-то монет запил на фарм вообще пытается драться прямо сейчас но пытаются каким-то образом выиграть игру прямо здесь сейчас может стоит по фарм все-таки морфинг даже не дофармили кинсферу даже хочет подпушиться месяц команда идет по трайтер тоже здесь на рядышком мире полным составом бегает уже shadow blade и многие стараются кого-то подцепить пышку забрали пойти или не пойти куда это залетел не очень точно залетел из рапшин от ddc си под репелом идет вперед очень много дэмоджа высосал и на флейм эхо слэм никуда от кака битрайдер погибает и тут же сразу как-то забирают рейзера муги пошел в разнос тут же shadow dance по суперу супер получает проказ супер нужно спасти кем разу спасать ddc из рапшина не было была фиссура хорошая монет теперь по фокусам по идее да монет есть прыжок хорошо а цепану монета как в эпицентр быдл тоже не самый удачный муги лоу хп старается статью shadow blade есть будет регениться а монета так быстро уйти не сможет на сейве какой же вошел кимбов и как он быстро перекачивается это ужас это просто ужас трак выигрывает ребята из небе потеряли рейзера забрали двоих двух кор героев и немного затеряли силу надо было после вышки скорее всего отойти но решили ввязаться в драку не очень-то интересная инициация получил астана фай бэтрайдер плохо запрыгнул не смог дать качественное лассо и он вообще в принципе не дал и погиб по результате за этого и вот он камбэк небольшой от небе выигрывали около пяти тысяч человек вайну вот решили драться нон-стоп и драку за дракой начинают проект да не проиграли уже вторую драку но морфлинг за последние вот эти вот два файта ни разу не умер черт тем что он не умирает он не фармит и он не убивает вот вот что страшно но это морфинг это лейтовый персонаж черт возьми он же доказывал это есть да в этом есть правда монет доказывал в первой карте что делает морфинг если он просто фармит просто выходит в лейт это же морфинг я понимаю что он не умирает это круто конечно он не фармит при этом сильно сладкого уже на 500 голды обгоняет он это нужно успокоиться успокоиться команде лфай вот это их желание во что бы то ни стало победить прямо здесь сейчас добить противника оно же привело к тому что они вторую карту проиграли и они всего лишь сломали два тавора до победы еще очень-очень далеко да и ньюби не сдаются давайте посмотрим за файтом вот бэтрайдер он не было лассо соответственно и там дисрапшин какой-то под хилл рейзер успел очень много дэмэджа тут эхо слэм все-таки хорошо залетел там по итогу бэтрайдер пытался убежать но эхо слэм его догнал вот здесь драка могла закончить если просто отошли но супер под нюками не хватило тычки какой-то одной буквально минимальной тычки чтобы забрать в итоге тратят фиссуру чтобы добить лину а так бы фиссурой возможно закрыли монета и и что то бы из этого получилось ну монет красавчик вот в который раз вселяется в шейкера точнее становится шейкером какие-то фиссуры постоянные станы и очень многое для себя выигрывает несколькими секундами пока стана работают бэтрайдер к вам увозит бэтрайдер литвы далеко слишком слишком далеко лина находится до 5 лизта луфай опять они ищут возможность подраться кого-то синициировать жесть конечно есть вариант что это сработает в один момент кто-нибудь вытащит потом пойдут ньюби дальше драться погибнет кто-то я слышал если против слабых команд играть такое работает и нападаешь убиваешь бесконечно если команда против тебя равные по скилу то зачастую ты драки даже там блат стоун там же блат стоун супер просто солны убирает используя блат стоун сики конечно под капасту этих шторм ставится на шату демона шату демон демон не живет фиссура плазма филд очередной минус глимса нулите время маху залетел бэтрайдер снова неудачно и получает understrike что делает команда луфай ребят остановитесь эхо слэм есть но тут же га используется purification аху мало здоровья погибает монет тоже под под фокусом сейчас фиссура вновь перекачивается монет тоже гибнет трипл килл баймуги минус 4 ньюби ну просто тащит к матч не матч даже ну матч они тоже сейчас тащат драку за драку просто драку за драку выигрывает что-то непонятно что твоя лфай сегодня подзакидывание на каком-то кураже но это не тот кураж который нужен они как будто все еще под впечатлением от первых карт что они настолько сильные лезут бой драться драться это очень странно вот заметь что играют две китайские команды а если бы вот убрать да не кремы игроков это выглядело будто какие-то там и mortals играют с не знаю с кем они могут кстати очень хорошее сравнение вот сейчас можно сравнить с mortals это безбашенные которые выиграли начало а потом такие ну пошли еще драться и все и гг да но вот здесь нет нужды драться не видит противника абсолютно супер погибает одним из первых блатстоун использовал окей ну и все нет шаттуд демон не мог нормально иницировать купил блатстоун и в итоге умер класс просто класс вот это вот вся драка это какой-то полнейший хаос это реально хаос супер подтягивает сенкинг вроде бы уходит в итоге не уходит очень много на такой стадии делает омнинает драки просто посмотрите бесконечные захилы репелы guardian angel если он не на это из драки не выключить он просто всех захилит вот ведь только что морфлинг вместе с энкингом умерли за за батрайдера класс просто класс и же мощный артефакт гулять у старков после шаду бы это было сабли уже есть алтимой тор будет делать себе сходе уже прилично отгоняет под героев противника раньше была разница 500 голды от морфинга сейчас уже больше 1400 и будут пушить ир-2 ну и наконец-то вы по перестали драться боже мой они похоже образумились внезапно выяснил что морфинг плейте не подожди ты радуешься что прекратили драться да я сейчас такая что они прекратили драться и сейчас просто проиграют игру из-за того что просто прекратили обороняться где-то ну ладно морфинг пушить хорошо все окей они пытаются на самом деле не видно и на хайграунд не могут пока подняться демочки товара у них мало так смещение сюда мы идем снова пошел искать цель супер от 9 зарядов блатстоуна а чем бы чем бы подстанет здесь а нечем подстанет вот это проблема конечно сейчас потом будущем появится конечно башер какой-то будущем не будущем а здесь бы знаешь башер был бы и все уже минус еще заряды ли нам вообще бы тогда отдыхала муги прокликивают что есть скорее всего стоят варды так как пассивка не работа до пассивка сейчас очень сильно помогает ньюби в том плане что можно задевардить какой-то vision вражеский снять и больше от инфы играть уже ну если был кигмар абсолютно правильное решение чтобы танковать в этой игре нужен и худ и бкб магии слишком много лфй да урон у него в принципе будет за счет того что он перекачивает урон а вот нужно что-нибудь чтобы пожить подхопы какие-то нереальные по пятерям всегда залетают о гем дизраптор себе приобретает окна 25 хочется полностью лишить вижена противника хочется бить этого санкин да ну и варда очень хорошее поставили не бы обратите внимание вот они краски подходят как терапевт бежки снизу и уже два варда стоят в этом дополнительном лесу и лфй под прицелом ну тавар здесь не смогли добрать лфй то выдвинулись до всей командой смог смог пошел там дивардиком занимается шадо демон можно перехватить еще один вард стоит видит пути прекрасно хвусуха слэма впрыгивают моментально минусах у муги бикет сейк это было мощно быстро не ожидал глимс ой 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 и заряды блатстоуна еще также от зоне тут тематем дизраптора ddc скорее всего никуда не уходит так же там следующая цель ddc как ему больно как ему больно батрайдер куда батрайдер врывается морфик они подерутся здесь ни за что сейчас еще и га пошел бедный батрайдер батрайдер погибает как а также умер ну ладно вроде бы одного забрали не так уж и ни за что подрались хоть что-то сделали но поэтому отвратительно и отвратительно просто это беда это беда что вот так вот все в какой-то момент они же выигрывали по счету все было классно и они смогли закомбетчить в игре но в итоге вновь где-то теряют инициативу теряют контроль над картой и лишний раз где-то не туда идут гранцы не видно ли ну в этой игре конечно супер второй карте подряд пока не проявляет хорошей игры но давайте посмотрим еще раз момент моментально инициации минусах вы прям в ту же секунду его супер немного вижна для фейта да фейту дают обзор тут же глимс моментально нет сейва нет юла там блатстоун с блатстоуном ты не спасешься шадо блейд какого-то элементарного не было если ли на под фокусом лина умирает да завкусили через ультимейт шадо демона здесь и если итоге погибает конечно гай его не спас какой ценой ценой 4 герой возможно ценой мальчик какая себе цена на лике цвера появляется дополнительный еще для славка чтобы совсем конечно обезопасить себя вот его супер понимает его нужен очень запоздал это очень поздно да так а сларк сейчас вообще будет какой-то момент неуязвим у него есть еще дублей ты линка и ультимейт еще и с гемом бегает снимает варды не очень имена в команде имеется еще и он не в команде вообще парк по самом-то деле очень много спотов успеет своровать будет очень силен драки и чем больше будет файл затягиваться тем быстрее старту игру выиграет сейчас плюса егис для старкой и возможность забрать т2 на миде на боте а в полностью абсус отсутствует здесь какой-либо вижу на ла файн а там не объем да там бардов никаких здесь не будет понятное дело поэтому не беспокойно будет собирать рошана элфай в принципе могли на теории догадаться но лезть туда опять же под домник хотя того не было да в общем не стали в том случае вы файз а им не за чем лезть в любом случае там есть и ультимейт шейкера и ультимейт без раптора показывает нам остроение по артефактам и пи там с мидас барабаны есть все круто поэтому все очень круто наконец-то юл покупает себе супер с выживаемостью чуть получше станет я егис для сларка опять же что делать со сларком вообще непонятно есть такой персонаж у которого море эскейп у которого под сейф за спиной который еще и инициирует кто очень много урона в драке мы сейчас слишком опасен даже морфинг ему не подстать с инжен яша от рейзером снова увеличивает свои статы увеличивает move speed что же очень важно в этой карте смотри пытаются лину найти пытаются обнаружить лину знали что она вроде бы сплит пушила найдут ли ну мой кд латар сейчас не пойдет он и вот не нравится то что лф собирается вместе ребят не надо собираться вместе пожалуйста прекратите это сделано они коллективно формят все в порядке пусть коллективно это не смоги то что да и вот я я прям не хочу вот не один из немногих случаев когда не хочу чтобы команда нажимала смог и шла боюсь они надо могут такое сделать ну в этой ситуации когда тебе какой-то ближайший файл ты проигрыш в нем грозит тем что ты просто отправляешься в нижнюю сетку раньше в лузера это плохо дальше как они будет обитать теперь рейзер усилить конечно это рейзера в очередной раз поэтому куча статок а вот это классно это правильный разоровать вышки через огонь и так далее это правильно избирать тирпа без каких-либо проблем здесь не будет сопротивление тела файлов а пытается плит кушать поддавить центр поддавить верхнюю линию постараются возможно заставить юбе сделать тп вернуться но объективно говоря не бы сейчас могут попробовать и на хайграунд зайти да нет то что лучше миду лучше миду помнишь чем закончились последние такие попытки лишний раз рискнуть это были лафай ну ничего на супер атаку тирень пошла от муги супер поднимает себя в юл тарпак доджи дальше что дальше писора пошла жалатар никакого не если погибнет здесь эпицентра от сенкига и может неплохо расставаться твоих подкапывает муги прячет шаттут дэнс и чуть шаттут дэнс и не погибну эти делает гудлайк сларк аху да и тоже погибает даблкил не хватило урона по сларку там ddc каким-то образом выжил ну и два в один итоге потрались забрали конечно веса и вот ну немного урона не хватило не знакомого-то дополнительного изэрила от морфинга у этого сларка чтобы быстро завкусить его действительно неплохо это был бы только минус аегис да да по егис лишить тоже было бы неплохо алина по итогу сколько бластстоунов имеет три четыре 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 одного все таки кельнули заработал какой-то плюс если на меньшинстве сейчас находится лфм надо воскрешают персонажа есть тп старк все прекрасно видит бутрайда уже смывает вверх на фарфлае но сларка же аегис есть кстати гем есть а это гем ворованную противника или собственно купленный гем вроде бы гем был сларк не умирал сларк да сларк с гемом так морфинг я увидел есть из арил blade ну что ж он движется пока по правильной траектории старается не отставать от сларка старается не отставать от рейзера морфи что ему нужно сейчас делать это вот просто подфармливать не оставать в плане идеальная позиция просто прямо сейчас под репел и муки понимаете лфй сразу же уходит бутрайдер тоже нужно отступить любой малейший тандер страйк бутрайдер будет мертв еще того что будет климс и обходит уходит улфа с другой стороны возможно стоит отдать тир-двадышку и пока уйти на верхнюю линию и уйти на нижнюю линию запушить тир-2 потом уже дефит хиграунд неужели прямо сейчас постарается подраться смывает вверх снова бутрайдер есть флэмбрек но файр флай не поддержка очень аккуратно идеальная пока позиционка и си танчет пытаются отогнать но пока это безуспешно писсура входит в спину будет и садик-сторм и скин этих филдс тоже поставили ддс и инициировал и ддс сразу погиб из своей инициации успел правда расставаться перед смертью будет идет дальше он за супером супер пока отступает драгон снаем отбрасывается супер на линии позиции изменились ньюби за последние пару минут они очень аккуратно пытаются играть они больше не ныряют никуда далеко все свои ошибки осознали так прежде мою стей егис даже если старком летом счет не изменит где катапульта он срочно снести быстро и просто отходит обратно просто отступают сейчас ньюби вот это академическая настоящая китайская дота потому что еще не дофармили себя по 6 лотов они сейчас понимают противник зажат на базе они на дистанции даже в отсутствие драг фармят просто больше экономика улучшается по отношению к противнику торопиться некуда опять же повторять ошибок своего противника со второй карты нельзя просто не рекомендуется вот это да конечно егис казалось бы гонит вперед а егис можно еще один потом получить ну можно будет еще и сыр потом заработать и рефрешер и иметь 2га конечно конечно а гадима тоже появляется у рейзера монет хочет вынести себе blacking bar просто жить драки если игра с бкб появится очень скоро а там какие-то еще дополнительные итемы ой батрайдер главное аккуратненько там есть шейкер зайдет с х слэм батрайдер не уйдет просто батрайдер есть гем и этот гем потерять ну я думаю не хотели бы сейчас элофай так что лучше осторожнее как-то пытаться здесь отыгрывать нельзя терять гем и вообще лучше не умирать ближайшие пару минут 33 минута смог прожимают ньюби хотят на халяве сделать какой-то минус на кору героя зайти на хайграунд мы прекрасно понимаем рейзер там с агонимами с агонимом очень быстро пойдет тир-3 бараки знают об этом прекрасно ньюби муги идет и элофай стоят хорошо на своей базе никто не подставляется никто пока не высовывается будут ли ньюби захотеть будут ли пробовать прямо сейчас у недопаркнул сларк себе ищем на скатину сказать это будет намного вряд ли проще вряд ли пойти пока скади не наформят значит наформят скади а там скоро уже и рошанчик вроде бы можно подождать похолдить мы да-да-да все верно и рефрешер разор себе сразу закинул быстрый запах два таких мощных ультима возможно стоит реально подождать там дождаться рефрешер дождаться айегис скади и вот эти вот артефакты такие очень сильные когда появятся с этим а не в этих подраться за фоне выдержали пошли ух могут 3 секунды не сейчас они могут все потерять хотят на базе не хотят хотят поймать практически ошибки знают все прекрасно небе сейчас в позиции находятся также ребят из элофай супер выходит наперед слаг сразу ускоряется старается достать долины там репел есть хорошо глимс на лину внезапно эхо слэм бутрайдера по двоим с этих шторм что оставится как же четко инициирует небе юл поднимает себя супер здоровье мало отбрасывает своим прокастом морфинг но дэмбеджа настолько мало что не умирает даже дизраптор нужно отходить что-то темно делает тп никуда не уйдет муги просто сгрызает минус 3 делают ребята из небе без какой-либо ответки стороны противника ну теперь уже смело загадить на хайграунд бутрайдер вынужден байбекаться у него есть лосо лосо он не тратил используется глип лина тоже может байбекнуться ну и тяжело типа покупает монет себе блэкинг бар не оставляя денег себе на байбек конечно почти упал там бараку тут ведь бараку можно побить муги просто бьет лишний барак с ручки пытается убить как а врывается можно убить нет не хватает рона для монета пытается расходил уроках а что дальше уже глимер кейп санкинг подкапывать неудачно бкб от монета аху страдает тут же используется га съедает санкинга очень больно да бутрайдер ничего не может сделать из-за рел плейд адаптив страйк все этим только можно отбрасываться монет с дистанции и но прогоняют противника но главное что они бы достигли своего они сделали кучу фрагов они никого не потеряли они развели на байбек батрайдер они снесли тир-3 и 14 тысяч преимущества от ньюби да пока есть у ньюби кейпи вот такие выходы от батрайдера они не будут работать к сожалению там слишком много сейвов вот этих всяких да там репел и га и не подерешься желательно конечно вот омника в лассо хватать да нужно кипи убивать но не подставляется на и на это держит хорошую пусть он как кипи не ошибается значит нужно дожидаться лучше не ниссировать какого-нибудь одного неизвестно кого там шейкера дизраптора дожидаться пока подставится кипи подставляется кипи это минус ультимейт и намного приятнее будет драться тем более там уже у супер неплохой левел есть морфинг который с руки разваливает батрайдер ну что ж такое далеко зашел очень далеко заходит батрайдер непонятно почему еще драки байбек потерял и теперь будут стримиться за бараками конечно ньюби но батрайдер сам пришел подарил себя и подарил стал приглашение до противнику на заходных экран будет пойдет конечно если тоже здесь там у него и талант наверняка вкачан ультимейт увидит увидит ой хорошо хорошо сэнкинг сыграла кфу просто царюка какой-то ноги заходят под репелом начинает пить бараки конечно же центре сняли отбиваются четвером по кайло флай с 3пл си под агонимчиком разваливает очень быстро бараки упал оранжевый на милишне забирать муги снял центре еще иллюзии подходят просто все прожимает в с 3пл си но линия упала юби добиваются того чего они добивались последние пары минут выходом в центр все красно сделали теперь отошли конечно вторую сторону ки смысла нет там рошан жив показывает ой слушай многие остается а может быть какой-то фраг нужно уйти забрать и я пошла бросились фессоры и бежать 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 там надо зайти просто спокойно забрать рошана сыроегис отпушить нижнюю линию комфортно пойти по нижней линии по верхней линии ну как мы видели в последних драках и лфай просто не получается отбиваться никого даже пробить не могут ох не завидую я следующих драку в виде для лфай вот сейчас пока команда разъединилась но быстро иницирует синькинга аху выкапывает спасается но там как а накрывает их ослама просто по троим ставит стачек шторма трейдер ничего не может делать у нее нет блэкинг бара дизрапшин есть лейф от иди си пытается инициировать сларка сларк шту дэнс переживает весь этот дэмэдж монет прожал уже блэкинг бар супер идет просто вперед поднимает юл есо есо можно раскоставаться здесь и си уже успел прийти но успели же убить шейкер конечно пока бы сразу супер старается уйти байбэк от шейкера шейкер вернется в драку супер погиб от аэза штормси тоже подставляется никуда уйти не сможет выиграть время за счет из рапшина и два фрага три фрага даже сделали ребята из байбэков нет байбэков нет или пытается батрайдер остается один морфлинг один морфлинг кг это один гейм вот так вот все по итогу завершилась да какое было прекрасное начало для одной из команд какой был потом переворот и по итогу все равно выигрывает та команда которая выигрывала в начале это что-то нереальное почему-то сегодня и ньюби и элэвай будто не в своей форме но в то же время они играют у себя дома они реально играют у себя дома ну в первой карте конечно во многом ньюби показывали не самую сильную игру опять-таки мы списали на то что скорее всего ребята просто еще не проснулись не раскликались но второй карте потрясающий камбэк здорово все сделали в третьей карте уже противника тоже перехватили надо отдать должное то есть элэфай выигрывают начало это факт то есть они сильнее стоят на линии а почему не выигрывают начало не хорошая драма что есть сэнкинг так далее ну не только сэнкинг они просто лучше отыгрывали не с бэтрайдером там накурались или будь здоров но впоследствии элэфай вот это желание импульсивно играть играть постоянно агрессивно постоянно пытаться убивать противника доминировать доминировать выигрывать файты победить на 20 минуте она все приводит к тому что ну просто ньюби отыгрывают спокойно принимают драку контра иницируют раз на драку отыграли вторую драку отыграли потом преимущество и элэфай и тут уже фитит просто мне жаль что акфу при всех его стараниях не смог заточить в соло но у него еще будет возможность лузерах там в лузерах знаешь там и секреты уже в лузерах возможно кто-нибудь еще сильный упадет в лузера и это будет ох как неприятно ну да то есть элэфай так понимаю падают в лузера